Я офицер 5-й отдельной бригады специального назначения. В данной воинской части прохожу службу уже более двух с половиной лет. К профессии разведчика сил специальных операций я шел очень давно, с самого детства. Любил смотреть различные фильмы, как исторические, так и военные. Мечтал всегда совершать прыжок с парашютом, а также стрелять со всех видов оружия. После 11 класса поступил в военную академию Республики Беларусь на факультет военной разведки. Достойно отучился 4 года и распределился военскую часть 89-417, где непосредственно сейчас прохожу службу. Служба в этой бригаде очень опасная, интересная и очень ответственная. Здесь можно развиваться в самом мониторе как духовно и физически, а также обучать личный состав различным предметам боевой подготовки. Я человек по натуре холерик, не люблю сидеть на месте. И в школьные годы до призывной подготовки интересовался различными видами оружия, мне это было интересно. Не люблю сидеть на месте. А так как разведчик, он не сидит на месте, действует не шаблонно, я и заинтересовался данной профессией. Мы можем выполнять задачи как любых подразделений, от танкистов до артиллеристов. Но основная задача – это поиск объектов различными способами, также выведение из строя различными спецмероприятиями различных объектов противника с целью захвата каких-либо документов, пленных. Я не настолько представлял, как будет здесь непросто. То есть, помимо того, что здесь закаляется не только физический твой дух, но и духовный. Морально-психологические качества проявляются в той или иной ситуации, на задаче, либо в поседневной деятельности. То есть, где-то ты мыслишь не шаблонно. Ну, допустим, группа забазировалась, охранение выставлено, часть группы отдыхает. И тут внезапно начинается обстрел группы. И вот здесь развивается нешаблонность. То есть, шаблонность – это как в книжках. То есть, бежать туда, сделать то, а тут непосредственно такие моменты могут не описываться. Ты начинаешь думать быстро и как поступить в ситуации. Отход, отстреляться, обойти или еще маневр какой-то совершить. То есть, вот тут непосредственно быстро принять решение является. Тренируешь свой мозг. Моя группа состоит из 14 человек. Также могут предаваться два радиста. И моя группа из 14 человек включает таких специалистов, как минер, снайпер, пулеметчик, гранатометчик, старший разведчик. Помимо того, что разведчик, он выживает в любых условиях, в любом месте, в любое время, также одна из главных задач – это помимо выполнения задачи, еще сохранность живучесть личного состава. Вот это, я считаю, одно из самых сложных. То есть, ты не только за себя отвечаешь, но и за своих подчиненных, людей, которые доверяют тебе полностью и готовы выполнить любую задачу в любое время. На учения мы выезжаем относительно часто. Вот. И это мне очень нравится, так как я могу себя проявить, показать свои знания, умея не только в теории, но и в практике. Есть учения не только внутри Беларуси, а также есть международные учения. Это совместно с группировками России, войсками, также с Казахстаном. Я считаю, что любимое оружие разведчика – это все оружия, с которыми он непосредственно сталкивался. То есть, потому что каждый вид оружия приспособлен для выполнения той или иной задачи. Но мое любимое оружие – это автомат Калашки ХВС-74. Потому что я считаю, это универсальным оружием, как ближним, так и дальним. В выполнении любой задачи можно использовать именно его. Вот. Так как снайперская винтовка на дальнем, то есть, маневренность хуже. А АКС, он и не такой тяжелый, и можно выполнять различные роды задачи. Были моменты, да, на учениях, когда немножко ситуация выходила из-под контроля, где запасов еды немножко не хватало, и приходилось также выживать в лесу, непосредственно те же ягоды, грибы, вот, собирать, варить. Также были моменты, когда приходилось ночевать под дождем, в ливень, непосредственно прижавшись друг к другу, вот, и накрывшись тем же дождевиком одним. Потому что тоже пошло, ситуация пошла не по плану, задача была одна, но потом было перенацеливание, и как таковых материалов для укрытия не было, и приходилось прижиматься друг к другу и, скажем так, обниматься. Но, на самом деле, это сплочает, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. А несмотря на это, я считаю, что служба разведчика, в частности, пятой бригаде, это одна из самых захватывающих и интересных профессий в наше время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все равно со мной поддерживает меня, и меня это как-то закаляет еще больше. Я сам из Брестской области, город Ивацевичи. В 38-му не хотел, так как это другое подразделение, другие задачи. Я именно хотел в пятую бригаду непосредственно данную должность. У меня отец тоже военный в внутренних войсках. Я еще в какой-то степени по его примеру последовал. Внутренние войска не хотел, потому что не настолько насыщенно, как в пятой бригаде. И родители, не скажу, что были против, не скажу, что были за. Они как-то... Отец был за, мама немножко переживала, ей было волнительно, что будет, как. Но моя воля, скажем так, к победе превыше всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, естественно, родители переживают. Сейчас ситуация в мире непростая. Непосредственно с нашими соседями. Каждый день мне звонит, спрашивает, как у вас обстановка, не отправили нас. Я говорю, все хорошо, никуда нас не отправляют и не собираются отправлять. То есть мы на месте выполняем задачи по предназначению, как и раньше до этой ситуации в мире. В нашей службе ничего не поменялось. Только стало больше непосредственно каких-то учений, еще больше, ну, то есть показать, что мы тоже не пальцем делали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok